Привет! Это программа SportMix. Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении. Меня зовут Иван Шарпилов. Давайте же с фитнесом вместе! Сегодня в программе. Проведем динамичную тренировку без инвентаря. Я всегда советую. Есть время, 15 минут провели тренировочку. Углубимся в особенности восточных танцев. В Египте считается высший пилотаж, и танцовщица выходит в обуви, если она умеет танцевать на каблуках, потому что, в принципе, танец танцуется босиком. Узнаем, как из белорусского багета сделать итальянские крастини. Миллион спортивных советов прямо сейчас. Хорошая физическая форма – это залог здоровья и долголетия. Однако на пути к достижению успехов в фитнесе у многих есть преграды. Отсутствие свободного времени и нехватка денег. Сметаем все преграды на своем пути и переносим тренировку к себе домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Который не требует особой подготовки и никакого инвентаря. Все, что вам понадобится, возможно, это только коврик. Итак, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки задействовать лучше все основные группы мышц, поэтому второе упражнение на верхний плечевой пояс – классическое отжимание. Единственное, что я посоветую, это чуть-чуть ладони внутрь. Если ваша физическая подготовка позволяет вам, конечно же, отжимайтесь в полную амплитуду. Если не позволяет, отжимайтесь от коленей. 15-20 повторений, 3-4 подхода. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третье упражнение, естественно, я не могла обойти стороной пресс, поэтому будем делать, в простонародье называется складка. Одновременно соединяем руки и ноги. Обратите внимание, что пресс работает только тогда, когда именно есть как скручивание, да, то есть как будто бы система куб на куб ложится. То есть вы должны зрительно даже представлять себе и в мозгу представлять о том, что вы как будто бы складываете пресс кубиками. Таким образом делаем 3-4 подхода по 20 повторений. Если сложно, делайте в полную амплитуду. Если не сложно, работаем в полную амплитуду. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В приседаниях с диагональным выпадом коврик служит разделителем. Приседайте до уровня 90 градусов в колене. Старайтесь коснуться коленом пола. Выполняя отжимания, ладони разверните внутрь. Если тяжело, отжимайтесь от коленей. Во время скручиваний ноги и руки встречаются под потолком. Следите, чтобы работал именно пресс. Сделайте 3-4 подхода по 15-20 повторений в каждом упражнении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти танцы овеяны мифами и легендами. Например, есть даже библейское упоминание о них. Имея такую долгую историю, в Европе они стали популярны лишь в середине прошлого столетия. И прославила их шпионка Мата Хари. В восточные танцы. Речь сейчас пойдет именно о них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что залетела оса под юбку и начала танцовщица как бы эту осу прогонять, начала двигать бедрами. И вот как бы так зародился арабский танец. Вот в нашем понятии тряски, там животом и все такое. В длинных юбках красивых. Вот такая вот легенда есть, да. Хотя на самом деле никто это толком и не знает. Родиной восточного танца считается Египет. В Европе он стал популярен в середине 19 века. Помогла в этом Мата Хари. Традиционно это женский танец. Но есть исключение. Зенне. Так называют мужчин, которые исполняют восточные танцы. Есть классический восточный танец. Есть фольклорные направления. Каждое фольклорное направление представляет свою страну. В Египте это может быть Белоди танец. Оно исполняется в Голобее. Есть Ракса Сай. Это танец с тростью, Саиди называется. Например, в Эмиратах там называется Халиджи. Там танцуются больше волосами. Там одевается, называется такое платье Тоба. Но скрывает всю фигуру. Танец вообще абсолютно другой. Поэтому фольклорных стилей очень-очень много. Традиционная одежда для женщин, исполняющих восточный танец, это лифт, юбка в пол или шаровары. Такой образ закрепился в сознании современных людей. Хотя изначально костюм был гораздо скромнее. Девушки надевали длинное закрытое платье, а бедра подчеркивали платками. Встретить танцовщицу с голым животом было нонсенс. В Египте считается высший пилотаж, если танцовщица выходит в обуви, если она умеет танцевать на каблуках. Потому что, в принципе, танец танцуется босиком. Даже многие конкурсы, есть такой пункт, что обязательно босиком. На сцене, так как у нас все-таки сидит зритель, я считаю, не очень красиво танцевать коллективом, босиком, если есть возможность одеть красивые туфли. Это эстетично. Поэтому наша школа, мы репетируем в туфлях. Ну и, конечно, для этого танца характерна своя мелодия. Восточную музыку сложно спутать с другими направлениями. Это обязательно убаюкивающее пение. Это очень мелодичный рисунок. Это настоящая сказка Востока. Крастини – это небольшие бутерброды на поджаренном хлебе. Закуска итальянской кухни. Но из белорусского багета также вполне можно их приготовить. Так и сделаем прямо сейчас. Сегодня приготовим классическую итальянскую закуску – крастини. Для начинки будем использовать зеленый горошек. Именно с него и начнем. Его первым делом нужно отварить. Займемся крастини. Измельчаем чеснок и отправляем его на сковороду с оливковым маслом. Когда чеснок подрумянится, пришла очередь багета. Обжариваем с обеих сторон. Важный момент. Чтобы багет превратился в крастини, он должен быть снаружи с румяной корочкой, а внутри – мягким. Делаем начинку. В блендер кладем нежирный творог. Туда же отварной горошек. Горох является неотъемлемой частью здорового питания. Блюдо из него – питательное, полезное и богатое витаминами. Его полезное свойство и положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека доказаны многочисленными медицинскими исследованиями. Этот овощ достаточно успешно противостоит болезни века – атеросклерозу. Он не позволяет вредному холестерину скапливаться в сосудах. Горох укрепляет сердечную мышцу, удерживает давление в нормативных пределах, делает более чистой кровь и помогает выводить лишнюю воду. На мелкой терке натираем пармезан. Отправляем его к остальным ингредиентам. Он сохранит свою консистенцию и будет чувствоваться во рту. Добавляем чуть-чуть сока лимона, пару листиков мяты для аромата, немного оливкового масла для придания эластичности. Перебиваем все ингредиенты. Осталось намазать получившейся массой к растини. Посыпаем хлопьями пармезана. Украшаем листиками базилика. Блюдо готово! Приятного аппетита! Начинайте с малого и достигните главного. Отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов. Проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»